Человек утверждает курятник в центре города. Мне хочется сюда сказать, утверждает курятник. Начало конференции о включении Одессы в основной список наследия ЮНЕСКО пытались сорвать представители Рады Громадской Беспеки. Пока архитекторы, геодезисты и ученые ждали в зале, активисты настаивали на сносе незаконной надстройки третьего этажа мансарды на Преображенской-1. Часть людей, которые считают себя общественниками, фактически являются просто-напросто хулиганами. Сегодня не хотят, чтобы была проведена международная конференция по сохране культурного наследия в нашем городе. В Управлении охраны объектов культурного наследия отметили, что строительство остановили, так как заказчик предоставил неправдивые данные и отклонился от проекта. Надстройка уже демонтирована, о каких-либо других фактах нарушений в РГБ не знают. Мы еще не изучали так глубоко, но вот этого, я думаю, уже хватает, чтобы этот человек сам уволился и пошел себе спокойно отдыхать. Обсуждение путей сохранения исторического центра и подготовка основы для номинационного досья – историко-краеведческие иконографические архивные материалы. Чтобы попасть в список наследия ЮНЕСКО, нужна соответствующая документация и обязательно контроль проектов застройщиков, говорят участники дискуссии. Каким образом мы можем заставить нерадивого застройщика, который сегодня владеет объектом культурного наследия, отреставрировать этот объект и не нарушить историческую среду при этом? Сегодня эти вопросы будут, в юридической академии будет именно серьезная разработка доклад на эту тему. Поэтому я считаю, что вопрос номинирования в ЮНЕСКО – это просто объединяющий вопрос, который собирает людей для того, чтобы серьезно заняться вопросами памятника охранного и законодательства и сохранения исторического наследия нашего города. Силы в первую очередь надо направить на комплексность подхода, на взаимодействие тех, кто занимается охраной исторической среды и новым строительством, главным архитектором города, городскими властями. Они должны понимать проблему комплексно, а не каждый отдельно на своем уровне. Делать медленнее, но качественнее, говорит архитектор Анатолий Изотов, который принимает участие в процессе реставрации Воронцовской колоннады. Должны уже были закончить гидроизоляцию и засыпать грунт, чтобы полностью обеспечить отвод воды. И по самому дворцу идут работы по террасе. То есть финишные работы по усилению самой террасы, по укреплению сводов террасы и по восстановлению той архитектуры, которую она имела. Потому что в процессе тех знаменитых наших бетонных наслоений, она хоть не сильно, но преобразовалась. Поэтому мне хочется при дальнейших работах возвращаться к этому вопросу. То есть лучше чуть дольше, пускай они сейчас выполнят, тем более, что она накрыта и не попадает туда никакие атмосферные осадки. Позволит выполнить работы, к которой мы не будем начаться и проектировщик, и генпроектировщик, и генподрядчик, и научное сопровождение не будет участвовать в следующем году. В конференции принимают участие представители Министерства культуры, реставраторы, архитекторы, археологи и зарубежные гости. Форум продлится два дня, а при грамотном подходе включить в список ЮНЕСКО «Исторический ареал Одессы» удастся к февралю 2019 года. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».